Евангельский отрывок нынешнего воскресного повествует о воскрешении сына Давы из города Наим. И святитель Григорий Халама, рассуждая над этим евангельским отрывком, говорит о том, что вот этот умерший юноша должен пониматься как ум человеческий. Душа вдова, которая лишилась жениха Христа, и ум погиб. Как преподобный Андрей Критский в своем каноне говорит, погубив слосьми и похотьми ума красоту. И вот Господь Иисус Христос, шествуя со своими чумуками, все святители обращают внимание на то, что никто Его об этом не просил. Никто не проявлял никаких усилий веры или иной требовательности. Он сам идет навстречу. Он сам находит нуждающегося. Он сам встречает скорбь и утешает, так и говорит, не плачь. Прикасается к носилкам, на которых несут умершего, как бы свидетельствует о том, что вошел в человеческую жизнь. Вся человеческая жизнь после грехопадения – это скорбь и печаль. Вошел в эту скорбь и печаль. Всецело, равно как всецело воспринял человеческое естество. Ел, пил, одиночь, штовал. Все к нему прикасались. Вот он воскрешает этого юноша, воскрешает человеческий ум. Воскрешает ум и себя преподает, как нового мужа для души. Восстанавливается единство и полнота. И Господь желает этого. Желает этого для каждого человека. Как мы непрестанно вспоминаем. Всякому человеку желает спастись. Ввести в разум. И мы откликаемся. И, конечно же, задумываемся, как же так? Откликнуться, чтобы смочь воспринять всевеликое благоволение Божие. Эту великую милость. Этот великий покой. Как замечают, чем отличалась райская жизнь? Она отличалась покоем. Не было никакого мятежа. Ни душевного, ни умственного. Все было в покое. Попытаясь ответить на этот вопрос, первым помощником, конечно же, является наша совесть, которая нередко нам показывает, от чего мы лишаемся этого самого сердечного покоя, этой тишины, этого здравомыслия, когда у нас помрачается. Вместе с тем, вместе с нашим усилием, происходит и что-то, что мы не можем объяснить. То, чего мы порой и попросить не можем. То, что происходило с этой вдовой наинской ее сыном. Но все это происходит, когда мы приближаемся к Богу. Или лучше сказать, Он к нам приближается. Вот мы делаем что-то, что кажется в наших силах. То, на что понаждает нас совесть. Но если мы просто делаем эти усилия, они не приносят результата. Когда эти усилия мы понимаем, усилия направленные в сторону Божию, тогда Господь совершает что-то, о чем мы и попросить не можем. Вот то, что мы порой ощущаем, как неспособность преодолеть, то, что нам кажется, нужно руки опустить, ничего больше и не делать. Потому что разве можно бороться и побеждать всеми или иными нашими привычками, вроде даже страстями, которые нас поработили. Я же вроде что-то и пытаюсь сделать. и вот это ощущение такого бессилия не должно нами обладить, потому что мы побеждаем, но Господь побеждает. а мы как эти пациенты, пришедшие к врачу, должны проявить доверие, должны проявить похожность, вроде же безропотность. как Господь говорит, что уже читаем отрывок, посвященный апостолам, говорит, не радуйтесь тому, что весы вам повинуются. Радуйтесь, что ваши имена написаны в книге жизни. И так интересно обращается к Отцу Своему Небесному и говорит, вот Твое благоволение таково было, Господи, чтобы немудрые и разумные опознали истину на младенца. разве может младенец что-нибудь познать? Смотришь на них, они какой-то и воли лишены, плачут чего-то, от чего хотят, как будто бы не могут выразить, да и взрослые не могут выразить, про чего хотят. Хотят, не сформулировать ничего не могут, только нервничают сильно. но вот такие люди, которые всецело чувствуют, а взрослые уже должны осознавать, что они дети Божьи, они всецело зависимы от Отца Небесного, которые любят их не потому, что они что-то смогли, как апостолы, бесов изгоняли, получили великую силу. Он говорит, не этому радуйтесь, а радуйтесь, что вы обрели вновь чудесное отличие, вновь обрели семью, из которой потерялись. Вот этому радуйтесь, что вы знаете своего Отца, который печется о вас. будем пристально внимать своей совести, будем внимать откровение Божие, запечатленное в Священном Писании, в предании Церковном, которое Святые Отцы сохранили, осмыслили, даровали нам. как ответы на множество наших вопросов, мы будем дорожить возможностью совместной молитвы, таинственной церковной, потому что именно там открывается для человека вся полнота вот этого откровения и благовестия о том, что мы не сироты, мы вновь обрели семью, мы вновь именуем себя братьями и сестрами, мы вновь обретаем, умеем, мы и идем в тот покой, который Богу и есть стоит. С праздником, дорогие, милости Божьей и Божьей и Божьей.